Ну что ж, дорогие зрители, возвращаемся к финалам ESO Pro League и это получается у нас с вами нижняя сетка, насколько я помню и вроде как первый раунд, так же группа нижней сетки G2 и NTZ сражаются в рамках Best 3 серии студии Руха, по-прежнему Арсений Андрей Нишарот также на проводе Синь, надеюсь, что ты тут, потому что пистолетка и первая половина начинается прямо здесь, сейчас Здравствуйте, друзья, Киня забирает нас Фелпса, остается довольно битый, да, 4 хп всего лишь у нас у игрока, но при этом Кингу удалось забрать Смитса в ответ ну и как-то нормализовали пока же ситуацию для себя игроки NTZ, тем временем Шокс, компания прорвали все-таки Аплэнд здесь у нас никого нет на лонге Кинг, по нему была информация возможно спину к Кингу будет заходить рано или поздно Экзистенс, а вот Кениас и Шокс падают остается у нас капитан команды Экзистенс, который разваливает Зэнда, минус Бадди ситуация 1 в 2 Харви и Киен-Джи остаются пока что двоем против Экзистенс, а тот просто навалил хэдшот по Кингу и 1 на 1, но бомбы нет это главная проблема для капитана команды G2 Самое забавное, что команда G2 на самом деле последний раз играет в этом составе Экзистенс и Смитс уже не считаются игроками состава пришли у нас Джекс и Лаки, насколько я помню и вот посмотрим, смогут ли они с таким составом справиться с ESL Pro League как минимум стартовый матчап они уже проиграли посмотрим, насколько профессиональны эти ребята, несмотря на замену в составе несмотря на в любом случае какое-то плохое настроение нужно тащить, нужно стараться Экзистенс ставит просто точку в этом раунде минус 3 ну это уже, наверное, бывший там этой команды и в итоге он вытаскивает парней оверпасс в принципе всегда был как французской, так и бразильской карты ну пик команд G2 кстати говоря да, но при этом мы все прекрасно помним что и бывшие Immortals неплохо отыгрывали на оверпассе поэтому я не думаю, что это большая проблема для импульсов тут есть разные ребята Фелпс играл в свое время вообще за Фелпс Фелпс Фоллина и компания поэтому в принципе такой молодой боевой состав бразильский но проиграли они пигом 16-10 в рамках этого чемпионата Бадди играет у нас в коннекторе выходит постреляться со столами Фелпс делает свой минус ну 2-3 шансов все равно мало потому что с юзками решили поиграть товарищ да, фулкономический закуп уже в этом раунде навик есть аж у двоих и троих ребят правда без армора тут уж кто захочет потратиться но я думаю, что Кинжи, да у нас играет снайперская винтовка и кстати говоря касательно Кинжи вот к этому парню есть немножечко вопросов помнится мне в рамках североамериканского онлайн дивизиона DSL Pro League того же самого восьмого сезона этот парень попадать с ВП даже не мог когда прикрести да, он жаловался на это в твиттере что КС настолько сломанная игра что вроде как прикрестие ВП четко на модельке пуля летит четко в модельку а урона не наносит но это в принципе стандартная проблема не новая не новая скажем так КС Гоу но с другой стороны это не ПАПК если сравнивать КС и ПАПК то тут конечно все намного четче БАДИ играет с АК-47 чекает банан тем временем там у нас два человека находятся посередине а через лонг проходит у нас команда атаки и будут атаковать Фелпса да, здесь еще и приемка такая, что вроде как на дуге двое контртеррористов КНЖ плюс саппорт у него ксэнд с кольтом где-то с подъема уже Фелс пытается отрабатывать по лонгу и попадает по смитцу но того не забирает и террористы по идее откидыв один смок ставят бомбу в закрытую бомба стоит БАДИ и компания пока что ждут выбивания от защиты БАДИ возможно будет в спину сейчас забирать КНЖ так и происходит еще один минус мог бы быть но не тут-то было ксэнд разваливает БАДИ Фелс срывается на план падает от экзистенса КНС и экзистенс 2 в 3 у КНС нет АВП да и бомба стоит не у контейнеров бомба очень хорошая для того чтобы тащить тот раунд КНС выходит пытается перестрелять своего соперника отпустили бомбу специально потому что нет дефузов но все-таки раунд уходит в копилку интези да немножечко подмудрили G2 здесь был идеальный расклад 5-4 установленная бомба закрыта казалось бы стойте в углах в близких позициях выбивайте но нет еще и КНС не справляется с клатчем 1-2 и по идее первый раунд заинтизет у тех есть ави у тех есть полный бай то же самое касается команды же туда и фармган смитцу дропается непонятно почему чуть непонятно можно было взять первый армор и не покупая смит смог купить калашников все-таки второй армор продуктивнее за атаку потому что с первым как-то понятно у нас накидка гранат на монстре команда G2 решила просто быстро выйти на точку бадди просел смитц уже погиб ситуация 3 в 5 бомбу можно подобрать шокс выбирает хары погибает кенец минус шокс экзистенс последний игрок атаки он тоже падает я кстати вспомнил я вспомнил что вроде комментировал команду G2 против виндиго гейминг и там по-моему болгары побеждали или там на допах играли ну в общем в той игре я помню мы сделали по-моему санканесом вывод что довольно слабо в атаке в первую очередь играет команда ну если тогда они все еще тренировались этим составом то тут вообще непонятно как бы не было конфликта интересов вдруг экзистенс там нечаянно что-нибудь скажет старые привычки у команды G2 вскроются а шокс вообще совсем другое планировал то есть такое может быть недопонимание небольшое здесь фул экономический раунд пистолет кастомный продукт троих 3 дегла и попытка как-то с медом запустить заканчивается отход заканчивается с отходом но при этом стоит понимать у нас пистолета и тут уже особо говоря ничего не с командой G2 как минимум в этом раунде кинжи закрывает кинез чел экзен предварительно сделали по минусу смитсу удалось поймать фэпс на меду и пачка вроде как под контролем и у тех и у других но смитс сражается до последнего правда всего лишь один враг и для защиты это некоторые плюс экономика постарается несколько приподняться ну и 3 раунда подряд за интизет за кт сторону честно сказать что-то про интизет за атаку я вот на верпассе не могу да ну по-моему ты говоришь что для тех и других карта удобная да не ну про интизет вообще на любой карте ничего сказать не можем толком потому что коллектив что-то там отыграл то не я могу очень много сказать по ESL про лиги в онлайне но верпасс я от них давно не видел последний раз был 3 числа 11 месяца то есть это оно это в ноябре как раз таки квалификации на PLG Grand Slam выход на Харви тут Челла случайно забирает своего тиммейта Шокс конечно же это бы поспособствовал забрал в дуге он Челла и команда G2 в преимуществе ребята атакуют точку Б там у нас два человека это Кенжи вместе с Фелпсом Кенжи просел играется в ВП пока что бить не может Смитс чекает спину хотя столь помогать своим тиммейтам он так как раз понимает хороший флэш но при этом Смитс как раз перекрывает позицию Фелпса тот атаковал соперников будучи когда G2 были слепыми но не повезло с другой стороны почему-то дальше не пошли решили перегруппироваться игроки команды G2 идут на Аплент но и в принципе Кенжи тоже успевает уйти на эту позицию а у него снайперская винтовка и с АВП в принципе такие раунды можно тащить не знаю что позиция посмотри видишь закрытый позиция в банке да не очень удобно будет а бомбу на банан поставят и все и контакты таки может и не произойти попытает скорее сиящик простырительно спалит свой спот и в таком случае ИНТЗ точно будут не в положительной ситуации для себя и Зент все еще не понимает что же с бомбой Смитс проверяет банк бомба заходит у контейнера контейнером Кенжи пытается проживать не получается ну и тут надежно на Ксанда который находится в спине действует через перемычку пытается забрать Смитса тут попадает так по телу несколько раз и Ксанг падает это Сейв скорее всего снайперской винтовки по идее от Кинга да он на шоке уходит на хелпу и в принципе там он попытается найти Смитс полетел на всю 50% здоровья понятное дело что снайперскую винтовку нельзя сэвить давать сопернику за катастрофу так в особенности а что там по закупке да если Кенжи выживает то вроде как бай должен быть 300 бакс фуфелпса остальные вроде как с закупкой ну и плюсовик будет не лишним но вот находит последний с наказки давать именно Шокс 3-3 счет бай все равно постараются оформить НТЗ только вот снайперская винтовка теперь была под небольшим вопросом но Кенжи сказал я пожалуй возьму авик от Кенжи юмпики и эмочки от остальных и при этом довольно много гранат которые могут откинуть ребята из НТЗ но третий раунд для G2 и Спорс у них тоже хороший бай правда чувствуется что с наличием тактики проблемы у нас у команды G2 они или контролят карту или на Б в основном ходят а вот до Аплента хорошую раскидку мы еще не видели от них Бадди и компания стоят собственно на исходных позициях кто-то чекает коннектор кто-то детскую площадку три человека под Б там у нас работает Кенез проверяет того кто находится на позиции Харви да вот Харви есть юмпиком Харви да Харви играет с хипом Харви Харви наверное Харви вдруг выпад в итоге он падает ситуация 3 в 5 и остается на Б пленте один лишь Фелпс да один лишь Фелс причем оттянулись сразу с G2 боялись видимо улететь на рожон а вдруг там крепление в 4 игрока еще двоих пришлось бы скрывать здесь разошлись как море корабли ну вот вопрос касательно ассайда да Кенжи теперь занимает несколько открытую позицию для себя но с другой стороны с двух сторон может быть отбит здесь Бадди при этом проверяет сейчас точку П Шокс готов откидывать гранату на Апленд бомба проходит через Лонг Бадди действует через Дугу и тут Кинг может его с ВП сейчас пикнет Кинг стоит чекает дефолт промахивается один раз по нему есть информация шансов Кинга совсем нет максимум на один минус того мы не видели Бадди забирает Кинга погибает сам один хотя почему Харви потому что Бадди и Харви по такому же принципу ну ладно у него просто даже фамилия там тоже через Оу написано я поэтому ну окей Харви может быть на самом деле это бразилец у него фамилия Хорват то есть Джуао Хорват если я правильно читаю бразильский вообще там Хорват как Хорват короче ну да Джуао Хорват транслитом но 4 смотрим да и действительно пауза для IntiZ пытаются они придумать что-то для себя за катастрору ну чтобы не пытался в принципе оформить то же самое кейнджи да с ВП на точке пока что-то не особо получается не знаю на самом то деле пока начало положено что одними что вторыми инициатива даже в какой-то момент была команда IntiZ но в итоге сейчас G2 нельзя сказать что доминирует но довольно уверенно играют и в принципе могут выйти на пятый раунд там у нас юспики IntiZ причем в следующем будет далеко не очень денег там придется им волевое решение поднимать и это решение собственно помочь очень сильно команде G2 KNS тут шашлыки делает но вот зря все-таки пошел он дальше дал в итоге АВП и если все-таки АВИК засейвят игроки защиты то конечно решение KNS будет совсем неправильным Harvey падает KNG остается один про четверых играет в коннекторе нажат со всех сторон и все-таки экзистент ставят точку АВП подобрать он сумел 5 раундов у команды G2 3 у NTZ и команда NTZ все-таки покупает но без АВП придется играть на оверпассе что будет довольно трудно в действительности авик не засейвили зажали коннектор по идее там еще и фармгам для Зен да но китов кстати говоря нет купите киты за тысяча долларов есть почему у нас очень много бразильских подболельщиков можем у них сить тем временем у нас юмп от Гзенда и 4 Мочки у ребят подсадка на банане возможно этот один из всех раундов в котором команда G2 все-таки будет прорывать плента да причем это дуга очень опасно выглядит с фармганом в упоре а вдруг реально сработает кинжи отходит у нас назад плент а вдруг у него здесь более удачная возможность переставлять оппонента посадка ответ над existence пытаются они дугу таки отбить а зонт размещается уже под мусорку стоит у нас к зонт к юмпикам тем временем на шифтах аккуратно G2 перетягиваются сейчас на точку B и в принципе готовы закрывать сейчас позицию монстр плюс зигзаг причем довольно далеко находит игрок с бомбой хороший смог на 48 секунде но действует в эту дымовую завесу челом за это его наказывает шок сыграет на размене шок сделать еще один килл на B пленте у нас просто-напросто никого нет на Харвин на балконе просил довольно серьезно по идее нужно снова сейвить сохранять свои эмки и первые арморы но правда какая-то флешка или хаев когда прилетела да ребята делают бус в итоге парни готовы наверное выбивать через да помимо стоит подсадочка новомодная уже и отход назад по всей видимости ну в зенду разве что как-то калашик подобрать и убежать подальше что из этого выйдет узнаем есть минус по 8 окей и сразу же переводится дверь закрывается и уходи с калашом да подальше сейф у нас через лонг баде пытается найти сейчас длину бомба скрывается я же тебе говорю то есть ты много получил из этого хорви 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 g2 с полной закупкой в защите да вроде как тоже должны быть два двайса три пистолета плюс полу гранат на минимальном уровне давайте наблюдая за тем как будет развиваться события коктейль молотова у нас прилетает на ступеньки фелпс тем временем с эзехой пытается наверное обойти через т-спаун если никого в коннекторе не увидят они там никого не увидят но тем временем команда g2 уже прорвала лонг и парни готовы атаковать апплент они находятся довольно близко на ктумбе и готовы заходить на позицию бадди компания готовы расходить флешки шокс пытается найти коктейль спалился бадди его забрал фелпс наказывает бадди в ответ скил оттягивается в направлении плента а тем временем фелпс еще один минус по кени бомба на контейнер должна устанавливаться причем в район банка потому как эту позицию занял настолько что экзистанс который забрал чела на ступеньках и выбить а будет все равно проблематично нет диффузов однако есть смоки так шокс упори у него тут два соперника и как бы нужно даже три ей все еще не нашли они товарища есть минус шокса по флпсу про двух еще должен вроде как понимать хорвиг зэндом вдвоем минус адзенда по шоксу 2-2 бомбы должны по времени выигрывать житу бомба взрывается и счет 7-3 но все-таки хорвиг пишут что хорвиг через у нас хорват под ником хорвиг пять до конца у нас бай от чела фелпса и кенжи хорвиг хорвиг и кзэнд засейвили свои девайсы естественно дают дроп даже своим тиммейтам с деньгами никаких проблем кандиду нет они практически обеспечили себя уже до конца этой встречи ну и пора как-то собираться индизи показывать его суперскил за кт да нужно нужно три раунда это слишком мало учитывая что последнему результату тизет я бы не сказал что у них есть реальные шансы джету потому что они там еле-еле урвали не сильной бразильской команды в своем регионе тут нужно быть очень осторожным с таким счетом как бы не отдать первую половину с счетом там 12-3 почему бы и не ну а что отдать на самом деле может быть еще и соберутся они уже видели довольно много разных ситуаций на разных раундов тактик которые делали ребята из команды джету и собственно кенжи пресекает перемещение шокса основной ударной мощи команды джету бадди откидывает флешка выходит на банан подходит все ближе и ближе откидывает еще один смачок под себя ну и в принципе вплотную подходит под плента там у нас пока два человека три охраняет до сих пор бэплент бадди в принципе готов действовать возможно под флеш или смог ну и вся команда готовится раскинуть точку кенжи на головке камазика чекает банан попадает по бадди еще и второму накидывает прострелом экзистен съели живой 2% здоровья падает от фэпса смитс размину под б базы только лишь сейчас делают ротацию два контртеррориста на подъеме фэпс все еще живой бадди доконтролил спрей еще и кенжи забирает да как вы открываете синтезет нельзя же так подставляться кеннис попадает по подъему выпускает одного выпускает второго но два минус под занавес этого раунда и первая половина так точно уходит за французом да причем меньшинстве джету действовали но из-за того что они затащили довольно много раундов из-за этого не сумерен судя по всему прочитать ребята команды интези перемещения своих соперников в итоге вторая тактическая пауза для интеза поможет ли она им особенно когда у ребят по 3-5 по 3 хотя там вишу кзен до 8 то есть он может дать м-ку инк может дать в принципе фаунас какой-нибудь более-менее полноценный бай от интези будет но точно дорогие друзья вам может поднять помочь щит за безлимит болезнь за своих самым быстрым мобильным трендоват мегафона а вдруг сейчас интезет включит наш быстромобильный хотя на лане ну такое 5 раундов преимущества G2 ну тут понятное дело что до конца первой половины тоже остается где-то в этом районе раундов за 4 хотелось бы тем и другим вернуть счет кому-то даже и победить более интересным для себя раскладом очередная закупка ну давайте хотя бы сейчас ведь это уже брали пауз бадди идет аккуратно на шифте через коннектор готов сразиться с сэндом и тот падает в который раз при этом у бадди по хп проблем никаких 56 осталось тем временем через зиг действует фэлб забирает бадди шокс умер монстр пока не прошел тут фауровис стоит чекает пока что позицию но только сейчас эггзистант начинает двигаться вот монстр летает флешка эггзистант пытается забрать игрока на бочках летает туда как-то ребята уходят нет фэлб сгорает так харви правда занимает те же бочки и там из-за этого смока смикс возможно его и не ждет кенжи кстати у нас тоже в коннекторе спинок и не тяжелая ситуация смит ждет только хорви а вп пробакивается один раз чела спалился и снова ситуация на руку команде G2 потому как шансов ух дизи нет слишком плохо пока индивидально играет ребята но ты видел да кенжи навелся вроде как присовывал четко на модельки но что-то не так как с этим быть снайпер промахивается и в итоге не забирает да кенжи на самом деле в этом рамке не делал ни одного минуса но в целом было бы попроще 1-2 как минимум в итоге кенжи забирает смит сам стоят с кеннис до экзистенс вдвоем по экономике им ровным счетом все равно пока деньги есть могут в принципе лететь тем более что бомба они ставят раунды они подряд забирают и соответственно и нтз пора что-то в себе поменять полные закупки я пока не особо-то и вижу но если захотят то могут там с фамасами и раскидом сыграть ждем дорогие зрители пока команда интезит соберется интезет соберется и сумеет хотя бы что-то противоставить G2 Sports которая уже после этого чемпионата довольно серьезно решила поменять свой состав напоминаю что из команды уйдут смит и экзистенс возьмем снова перерыв экзистенс не возьмет а экзистенс я не знаю что он будет делать но смит точно говорит что пока ну а может быть G2 вообще выиграет про лигу и останутся в этом сомневаюсь с ребятами скрадется ползет тупо помиду и баде вместе с ним за упор и забирают размен от влади 4 заход через дугу снова подоточку и вот кинджи надо как-то пройти а ведь размина нет и смит уже не дает преимущество команды баде начинает действовать через лонг кинг цвп на шефте проиграет контейнер должна лететь флешка баде врывается под эту флешку забирает кенджи в итоге в банке остается у нас один из оппонентов подтянулся хорви через хрупу бомбу можно ставить как-то его там банк долго действует кения боится наверное выходит чела кенец промахнулся подтягивается хорви вот так коктейль забирает чела и баде нашивая через стену 10-3 в пользу джету и остается лишь два раунда до конца первой половины денег снова-то нет особо до 3403 500 закупать с пистолетами арморами даже 10 раунд для джету зато сайт это уже неплохо да сам даже отмечал что у них атака дали конечно сторона а тут как бы десяточка ищешь шанс на 12 если постараться конечно тут все довольно печально для интизе параллельно встреча друзья холрейзерс и астральс играют третью карту и пока астральс ведут на тысячу астральс 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 боди откидывает сейчас флешечку на отношении аккуратно проходить под коннектор сэнт откидывается коктейль молотова коктейль горит боди чекает сейчас туннели сэнт в итоге забирает нас боди без размена боди тут постоянно сам просто проходят и в этот раз там уже такая серьезная плотная засада была поэтому боди погиб но ксен все равно просел остальные тиммейты ничего не делают то есть они получили информацию от боди ну стоят ждут вот сейчас на миду контакт ну просто три человека было в районе коннектора боди мог это сказать и как-то можно было бы перестроиться но благо смитс как раз таки забрал фелпса тот видимо пытался отойти как раз таки из коннектора платился за это ну и на б-плент собирается пойти команда джету челла на подъеме перетянулись под а-плент у нас скорбе вместе с кинджи также ксен пытается тут как-то на ротации под б-точкой помочь челла с эзэшкой но тут промахивается на первом стрейфе 8 патронов в запасе шок забирает зенда челла размин калашников подбирает а вот теперь очень опасно джекту рваться сломя голову плюс ого кенец коннектор ловит кинджи на перетяжке 2 в 1 все еще живой в шарте у нас челла забирает кенец хорви закрывает смитца экзистанс один на один и выигрывает перестрелку против хорви 11-3 джету продолжает вести в счете вот за веком правда не успел экзистанс наконец-то хотя бы какие-то шансы были у команды интези но то они сдулись совсем не могут начали за здравие делали первый килл потом снова погибли проблема серьезная с картой оверпасс у нас ребята из Бразилии напоминаю что тоже матч завыли первую карту точнее первую игру интези проиграли коллективу биг еще там 16-10 на карте датрейн ну и казалось бы да еще вроде неплохой но понимаем что там скорее всего была полная рвань вид забирает нас фелпса на ланге при этом не пушат кинг вместе в хорви слышат они площадку смит еще один килл в планете остается один дощела и тут вопрос времени парня смит слонга и теперь нужно понимать с минус табе должно быть чисто тем более когда у вас есть опам на монстре заходите врывайтесь забирайте все что вам дают без особых усилий а хорви кинг будто бы не совсем осознаешь что б точку то пробили бомба установлена сменжи чекает кт тяжелая ситуация 2 в 4 ретейки ты одни на двоих и минус еще и а2 и по кинг и минус шаг сапо хорви 12-3 как я и предполагал то есть аж целых сколько получается 10 раундов подряд команда g2 оформила рейди у нас ребят пауза в любом случае на минуту морально как-то ну понятное дело но все-таки показательно знаешь команда не общается по всему по поводу второй половины сразу трейдить может видеть тем что карта оверпасс проиграет дорогие друзья официальный партнер трансляции компании сети мобил они изобрели такси портацию это комфортно выгодные поездки 9 рублей ведь чтобы поездок было много они должны стоить мало ну а поездка для intz домой она будет тоже случае если я не выберу сети мобил дешевле ну а мы ждем пока обе команды точнее обе команды готовы на стандартный перерыв небольшой он тебе все пишет и пишет тебя там астралис в чате против холорейзер вспоминали видел да что-то там я не понимаю правда зиппик про провода что-то я читал помню в своей карьере момента я помню кеф случайно рабану отключил но видимо зиппик просто был молотым а может быть ты просто не помнишь не знаю что меня обвиняли когда-то это в том что я подсматривал в матч поляк вы провода как нет тем временем глоки у нас у атаки ребята идут через коннектор детскую площадку поджал боди лонг поджал шокс фонтаны попал неплохо по хору тем временем фэлфс нейтрализовал боди в ответ шокса шансов нет со всех сторон его обошли стягиваются у нас игроки команды плента но террористы не торопятся они в принципе еще могут сыграть по другому могут перегруппироваться и пойти на точку б кенес поджал двери не открывает стягивается как раз да ну и вот все таки отчасти в этом моменте многое зависит да кенес ловит кинга дверь он открыл ушел назад и вот теперь если на пойдут террористы то там два человека держать это не кенес открыл дверь это ему открыли а кенес как раз таки закрыл дверь и по факту и не за сами создают себе проблемы здесь очень неприятный момент может получиться если они такие попадут в западню б точку и джету отдают странно искуют тяжело им будет выйти на ретейк базы и проход с коннектора до монстр от фелпса 2 через шорт чел вместе с зэндом и все-таки б база на хелпе кенес получает по голове ловки ты умирает на размене от фелпса смитину дается пристрелять бомб кэри вместе с дефолтом и экзистенс 13 бомб кэрион не забрал забрал зато фелпса 12 и с вами садиксистенс счет становится 12-4 команда интези берет все-таки пистолетный раунд тут еще тащить и тащить скажем так команда джету при этом решила сделать экономический раунд парни играет с юспиками это значит что скорее всего пятый раунд довольно просто должен остаться команде интези но совсем скоро мы увидим команду уже сэм действительности действительности но тут стоит также сказать что для команды джету ничего страшного там пока нет 8 преимущество они могут еще как минимум одной играть и уже следующим закупаться почему бы а пока врыв нами просто фонтанчики на шарах расстрелка пошла два фрага для защиты existence один против троих с деглом но тут далеко ему уйти вряд удастся фонган настрел раунд довольно просто застается команде интези два человека там погибло и вот они мки если этот раунд отдают французов соответственно интези могут быть на плаву мы видели в принципе небольшой комбайк матча вич против ренегейтс первой карты да правда не дотащили но может быть в этой игре напоминаю что проигравший все-таки вылетает и конечно есть он побороться более и сами понимают что серьезные проблемы в коллективе в коллективе что это последний чемпионат в этом паве соответственно ну если дойдет дело до тащилова то я думаю вряд ли и много энергии тратить для того чтобы побороть камбэк в плане команды интези атака наши все подошла близко к смаку на центре банана парни ходят ближе не видел харви погибает по спотбену при этом сейчас погибнет судя по фокска тут действуют за контейнерами не в курсе вплотную подошел флот и компания бомбу подбирает кенжи правда видел только что бадди до своего соперника дал инфуш который как же дергать прицелом ничего не получается на плент успешно вот парни бомба через длинную дистанцию проходит легко единственное что кеннис в банке плюс также на банане тэсмит отстреливает фелпса постарается пощекотать нервишки своим оппонентом из бразилии французы с бельгийцем в стаке оуу боди боди повернись понял вопросов нет кеннис на парни перестрелиться с челла два на два через долг зен бомба все еще не установлен 20 секунд времени господа кенжи а вы вообще будете ставить пачку минус дзенда по кеннису смит в итоге с подъема также должен выходить убьет любом кэрии вопрос нерешенный и вот он двукратный преимущество по раунду г-2 вот честно чего-то не совсем они умеют пользоваться своим преимуществом стороны защиты не верится мне что после такой хорошей продуктивной атаки они за кт начнут давать раунд за раундом и потом не смогут совладать с управлением и дадут камбэк и дзенда ведь такое действительно возможно ну а вп надо чтобы было у кенниса и мне кажется чтобы он перекрывался панам и лон без авика будет довольно ну и отчасти конечно угадывали джету в прошлом раунде училась шокса я правда всем понял почему не чекал абсолютно тугу то есть в теории он должен был выпрыгать за контейнером чекать ее и по просьбе экзистенса на лонг накидывать флешку в район клуба а он как бы просто прыгал прыгал ждал пока даст отмашку просит давать флеш тем временем пистолеты у джету они под б перетягиваются правда в район точке а пытаются угадать бомба у нас все там же баде играет за контейнером про чека лонг его должен был чекать ну и понимает команда джету что возможно опять под аплент подходит тизи ну и там кстати хорошая сейчас флеш может прилететь вот она от баде кеннис забирает на файл пытается дальше забрать попадает в голову минус ксент играет за машиной проблемы серьезные кеннис наказывает чела и остается кинк 1-4 шансов осталось в действительности 4 в 1 и да с экономическим рандом кинк 2-4 кинк 2-4 а почему так на байраундах не могли справиться непонятно кинджи пытается тут с бомбы теперь разыграть уже будучи 1 в 3 смещение на коннектор а в коннекторе тут сидит шок с цзшка вот у него есть минус по кинджи 13-6 кинджи показывают что характер таки присутствует да уж характер тут присутствует а точнее отсутствует я бы сказал у команды индизи вместо того чтобы тащить и камбетчить они в итоге отдают довольно глупые раунды 13-6 пользуют G2 и спорт один из самых важных раундов в этом матче на экране если G2 справляется то в принципе до 15-го вплоть могут ни о чем не переживать у нас пистолет цз не харвис диглом тем временем ксан челака и авп от кинга парни идут в броне плента Б тут пока 3-4 человека ну и пока что читается если честно этот выход потому что один раз на А пошли взяли раунд один раз на А пошли проиграли раунд естественно третий раз наверное пойдут на точку Б Смитс правда подстрелили только что он прыгал видимо чекая области под Б ребята идут в меньшинстве стоят у нас пока что халдят интези ну и ничего собственно не делают да и понятное дело что самым панфрагом для интези все хорошо может сложиться если они на тот же самый А пленда пойдут через сплит атаку и все это дело будут на разменах хотя бы как-то вывозить должны быть в плюсе однозначно перетяжка кеннис под дефолтик на дуге все еще экзистенс двое на АБ причем запираются один у нас ходит на перетяжку под сити а вот шокс в районе подъема с песков будет отрабатывать Бадди и компания перетягиваются в направлении плента А решили сыграть здесь причем есть у нас экзистенс по центру дуги если сейчас на точке А кто-то из его тиммейтов спалится то экзистенс не проверят а экзистенс еще и неплохо подворвался в итоге ксен случайно сбрал Харвин там линейку у нас игроки атаки встали поэтому получилось ну и Бадди на машине он тут абсолютно не читается забирает щела правда против снайпера нужно играть немножко аккуратнее но тут повезло и Бадди и Шокс назвали Александра 14.6 пользуют житую спортс и 2000 долларов ровно столько у команды интези на каждого человека очень сильно похоже на противостояние ренегейтс и вичи гейминг на мираже да там было 7-0 а если бы не 7-0 то действительно очень похожая была бы встреча но интезет как будто бы после 10 раундов к ряду не все так хорошо получается да выиграли вторую пистолетку казалось бы взяли там еще парочку раундов но вот последние два джеду очень сильно смотрится бадди у нас на монстре просели чела и компания ребята атакуют пока что столы но им готовы пойти на апплэнт там просто кушат поэтому это изи просто фраги для экзистенции компании падает чела еще один коктейль молотого по центру горят у нас абсолютно все еще один коктейль сгорает минус тоже падает 15-6 один раунд до победы команде G2 sports дома поинт на своем пике красиво идут красиво идут там аж 10 ассистов у фелпса больше чем киллов самое интересное 21 на 12 existence ему реально не стоит быть капитаном чисто так это стрелять летать по карте все хотел быть капитаном хотел в итоге не получилось номерок я не попытался постреляться со стартом ну промахнулся это не дугой ничего страшного тут в принципе учитывая что 5 калашев команды inti z более мобильный раунд могут реализовать в ту же самую точку базы b где периодически получалось проходить ну вот бадди на монстре опа по ногам должны же стрелять ему были возможно даже видели какие-то пиксели чело в итоге не понимает что бадди это уже сместился в другой стон но в итоге под флэш от соперников забирает чело откидывается флэшки на монстре харви забирает смитца ситуация 4-4 харви еще один килл минус бадди в этот раз в меньшинстве команда g2 и sports два человека у нас находятся под b у атаки кене с савиком все ближе и ближе подходит нет решил отойти все-таки не стоит аркадничать конечно ой заметил фелпса а вот теперь ситуация 3 на 3 откидывает кене с под себя еще смачок но при этом игроки атаки идут в направлении плента b а на b пленте пусто кене с не знаю может слышат как-то перемещение но в любом случае банан он слышит не банан а туалеты забирает кинга но с другой стороны выпад на b плент и 2 в 3 возможно игроки атаки сейчас держат свою позицию зен горит но уходит на 44 процентах здоровья попытается хор вместе с ним как-то это дело разыграть 3-9 джетту вы там сейчас как бы это не подставьтесь в одну линейку взрывает зен да хорви остается 1 в 3 и у него ака 47 без гранат но позиция в принципе достаточная ну правда тут должны выходить вместе французы да и с каким-то разменом забирает последний раунд для себя бомба дефузится а хорви падает и команда джетту побеждает на оверпайсе но это бест оф 3 серия поэтому не спешите хоронить команду интези возможно она покажет себя на второй карте после небольшого перерыва да вичи гейминг мы уже потеряли в этом противостоянии также решается кто покинет в первый игровой день еще турнир параллельно с нами кстати на основной трансляции 1002 с.шкс.рухаб идет матч об Астралис с Хелл Рейзерс и на третьей карте Астралис не оставляет шансов в Хелл Рейзерс так что зайдите туда поддержите значит Ангелос Компании ну а мы напоминаем что для вас ЕСО Пролигу восьмой сезон финала комментирует студия Рухаб Арсений Есения Андрей Нишарот на проводе и совсем скоро вернемся к вам да действительно через небольшую рекламу музыкальную паузу не забывайте друзья также поднимать щит за безлимит болезнь за своих самых быстрых мобильных интернет от мегафона и не переключайтесь интел technology powers the best of esports and the best demand a superior level of performance so we're introducing the 9th gen Intel Core i9 processors designed for the world's best gamers in celebration with our community we're hosting the 9th gen Intel Core i9 processor Dreamstakes we want to bring you inside our world of esports for once in a lifetime experience that only Intel can provide enter for a chance to win a trip to one of nine world-class events across three sweepstakes we're taking the winner and a guest behind the scenes for a one-of-a-kind VIP treatment winners will also get the latest 9th gen Intel Core i9 processor and walk away with exclusive swag enter for your chance to win starting November 5th 2018 visit corei9.intel.com to sign up for more information x You don't see me x 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 от 89 рублей.